Всем привет, давно не виделись, меня зовут Дмитрий, кто забыл, и влог-канал, естественно, я хочу вам рассказать о своих впечатлениях о фильме и книге «Марсианин», фильм Ридли Скотта, книга Энди Уэлера. Очень ждал этот фильм, наблюдал о его судьбе с самого-самого начала, с первых новостей, то, что взяли Мэтта Дэймона, эти все шутки о том, что спасение Мэтта Дэймона стоит Америке очень дорого, потому что его спасают еще с Райана, Стивена Спилберга. Если говорить о фильме в целом, то фильм очень хороший, мне очень понравился. Многие критики говорят о том, что фильма чего-то не хватает, что вроде бы он хороший, такой добротный, но вот как-то вот не докрутили, что-то не зацепили. Не знаю, мне все понравилось, мне понравился сюжет, мне понравилась идея, мне понравилась концовка, то есть все на месте, и игра актеров, игра одного актера, ну практически, да, потому что все завязано больше на одном актере, Мэтте Дэймоне, который сыграл Марка Уотни, бедного астронавта, который застрял на Марсе. После просмотра фильма я, естественно, побежал смотреть всякие отзывы, там, критиков разных, я так всегда делаю именно после просмотра, чтобы не портить себе впечатление. И многие сходились на том, что книга интереснее, чем фильм. Окей, подумал я, надо прочитать. И знаете, что я вам скажу? Да, действительно, книга намного лучше фильма. Дело в том, что книга показывает мысли Марка Уотни, то есть что он делает. Она точно так же подает сюжет через дневник Марка Уотни, но так как хронометраж фильма ограничен двумя часами, то Ридли Скотту и сценаристам нужно было упихнуть самый сок в этот хронометраж. К сожалению, к сожалению, они выкинули очень много интересных моментов, которые с ним происходили на станции, ну и дальше. Причем были такие моменты, которые очень неплохо бы смотрелись в кино. То есть я читал книгу, думаю, блин, нифига себе, почему не показали это? Вот это, это же вот великолепная сцена, она вполне подходит фильму. Почему ее не развернули? Почему ее не показали? Много выбросили земли в фильме, но это нормально на самом деле. То есть там всякие новостные передачи, в которые ходит представитель НАСА, рассказывая о том, что происходит с Марком Уотни. Это ладно, но зачем выбрасывать самого Марка Уотни? Там же происходит самое интересное. Просто есть моменты, которые кардинально отличаются от книги. То есть книга и фильм, они прям расходятся. Я не буду спойлерить, но траблов, которые с ним происходят, в книге гораздо больше. И очень интересно, как он с ними разбирается, как он их решает. Следующий момент, почему все-таки фильм проигрывает книге, это упрощение. Просто там есть несколько аварийных ситуаций, которые он решает скотчем. Я имею в виду сейчас фильм. Но в книге он их решает по-другому немножечко. Причем он в дневниках это все очень круто объясняет. Ты читаешь, такой думаешь, а ну да, да, наверное, так возможно. Хотя понятно, что это научная фантастика, но ученые, скорее всего, читая это произведение, считали, что это комедия. Ну, для них и для ученых. Потому что то, что он делал, наверное, в реальной жизни бы не получилось. Тем не менее, если вы меня спросите, что лучше, посмотреть фильм или прочитать книгу, я отвечу, наверное, что стоит познакомиться и с первоисточником, и фильм посмотреть. Но, в принципе, если вам не хочется тратить время на прочтение книжки, она не маленькая, то можно ограничиться и фильмом. Опять же, благодаря тому, что книга может вместить в себя гораздо больше информации, чем фильм, ограниченный двумя часами в среднем, да, например, в ней гораздо круче раскрытые второстепенные персонажи. Особенно команда Марка Вотни, которая летит домой, которая его оставила. Их отношения, переживания, это все осталось за кадром. И получается, что фильм, он прямо делает акцент. Вот есть один персонаж, вот вы за ним наблюдаете, а все остальное не важно. Ну, как это не важно? Мне кажется, это неправильно. Если подвести итог, то можно сказать, что фильм получился отличным. Он сейчас неплохо так себя показывает в прокате, он окупился. Но почитайте книгу, вы увидите гораздо больше, получите больше информации и переживаний как главного героя, так и второстепенных. Я бы назвал книгу режиссерской версией. То есть, знаете, вот вы фильм посмотрели, а потом через какое-то время выходит режиссерская версия, расширенная. Так вот, книга это очень расширенная версия этого фильма. Ну, а на этом все. Спасибо большое за просмотр. С вами был Дмитрий. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!